И сегодня мы расскажем вам о первом магическом супергерое, не первом супергерое, вообще о капитане Марвеля. Сейчас его официально все называют Шазам, но мы расскажем о той истории, как он дошел до такой жизни, что потерял свое имя, что потерял свою фан-базу и потерял в принципе свою суть. То есть это первый поп-культурный персонаж, который потерял все, передав все свои, скажем так, силы. То есть мы сравним комиксы и реальную жизнь, передав силы другим героям, но благодаря этому смог немножко задержаться и в современном мире. В принципе задержаться немножко, стать частью современного поп-культурного ландшафта, то есть он сбежал в полном забвении, но тем не менее став тенью того, чем он был раньше. Следующий слайд. А не будет следующего слайда. Вот, пожалуй. Собственно, в 1940 году издатель комиксов по фамилии Фоссетт, у которого было собственно издательство Фоссетт, задумал открыть линейку супергеройских комиксов. Для этого он пригласил авторов. Авторы тогда приглашались из специальных студий, чтобы они придумали ему персонажа, который был бы похож на Супермена, но Суперменом при этом не являлся и продавался хорошо детской аудитории. Персонажа назвали сначала Капитан Гром, но это имя оказалось уже зарегистрировано другим издательством, поэтому его спешно переименовали в Капитана Марвела и очень хитрым ходом выпустили во втором номере журнала Виз Комикс. Дело в том, что первый номер журнала Виз Комикс назывался Флэш Комикс, и там был, соответственно, персонаж, которого звали по-другому. Этот номер был выпущен исключительно для копирайтеров, то есть он не поступал в продажу, он был выпущен для того, чтобы застолбить копирайтеры. Оказалось, что Капитан Гром уже есть, и Флэш Комикс, такой журнал уже тоже есть, поэтому пришлось срочно на ходу придумывать все заново. Так появился журнал Виз Комикс, который начал свое победоносное шествие со второго номера, потому что первый номер носил другое название, а персонаж, соответственно, получил имя Капитана Марвела. Гибы с нумерацией еще много раз продолжались, потому что это были 40-е годы, золотой век комиксов, когда к нумерации относились достаточно бессовестно, потому что издатели покупали для своего номера специальные почтовые индексы американские один раз в году и, соответственно, закрывая один журнал, они на его месте на тот же самый индекс открывали другой журнал и нумерацию они обязаны были сохранять. Поэтому журналы плясали страшным образом. Если мы взглянем на обложку этого журнала, в котором было несколько историй, не все они были про Капитана Марвела, то мы можем увидеть, что эта обложка показывает нам, что новый персонаж издательства намного интереснее и круче Супермена, потому что если Супермен на первой обложке, на которой он появился, просто поднимал автомобиль, то Капитан Марвел, как мы видим, швыряет автомобиль в стену. То есть быстрее, выше, сильнее. При этом, как уже было сказано, не стоит думать, что это журнал Капитана Марвела. Там одновременно с ним была премьера целой кучи новых персонажей. То есть там был, например, оживающая мумия по имени Ибис, там был, например, герой по имени Золотая Стрела. Они все имели пограничную популярность, но, тем не менее, Капитан Марвел стал вот этим самым локомотивом, которым и должен был стать. Это Супермен, который при этом Суперменом не является, и который при этом круче Супермена. Следующий слайд. В первом же выпуске у него появилась такая замечательная новинка, как возвращающийся главный противник. Это суперзлодей Доктор Сивана. Он был такой вариацией ультрагуманиты Элекса Лютера из Супермена, но с более комичной внешностью. То есть это был такой классический сумасшедший ученый, но очень маленький, хилый, с большой головой. В дальнейшем он появлялся в очень многих приключениях Капитана Марвела, в отличие от других суперзлодеев Золотого века, за исключением, пожалуй, Джокера и Элекса Лютера, которые появлялись более десяти раз. Обычно в Золотом веке на каждый выпуск старались придумывать новые злодеи, поскольку не могли оценить их популярность среди читателей. Ну и самое главное, из-за того, что журналы продавались в неспециализированных магазинах, как это сейчас происходит, а на аналогах киосков, просто печати, на ньюстендах, новые журналы могли привезти, а могли не привезти. Поэтому, если появляется постоянный злодей в журнале, приходится объяснять, рассказывать, кто это такой. А если я злодей новый, тогда все просто. Мальчик покупает или мальчик или девочка покупают новый журнал, открывают там новые злодеи и герои его убеждают. Один журнал несколько закончен в истории. То есть, если следующий номер не привезут, ничего страшного. Следующий слайд. Давай вкратце расскажем, кто такой капитан Марвел. Да, потом перейдем к младшему. Капитан Марвел, как было сказано, это первый магический герой. То есть, если Бэтмен, это у нас был просто дядька, который прошел, как умел продавать людей. Если Супермен был пришелец, который научным образом, якобы, получал суперсилу, попав на землю, то Билли Бэтсон, капитан Марвел, был первым магическим супергероем. Не магическим героем, а героев магов хватало для этого всяких фокусников. И история начиналась так. Жил-был на улице, на улице непонятным образом там очутившийся мальчик Билли Бэтсон. Ну, маленький мальчик. То есть, потом, через 20 лет после капитана Марвела Стэн Ли будет всем говорить, что он придумал первого супергероя-подростка с понятными проблемами. Тут действительно был мальчик, которому на вид, вы можете там дать лет 13, который около станции метро продавал газетки и при этом в этой станции жил. То есть, он бездомный. К нему подходит незнакомая фигура, зловещая фигура в шляпе с какими-то там горящими глазами с поднятым воротником и говорит «Мальчик, пойдем со мной». Что вы думаете сделать мальчик? Я тебе, говорит, кое-что покажу. Мальчик за ним идет. Они спускаются на заброшенную станцию метро, где садятся в психоделический поезд и приезжают в... Нет, садятся в психоделический поезд – это в прямом смысле слова. Это не метафора. Они действительно садятся в поезд с очень интересными узорами. Они приезжают в некое место, где Билли выходит. Его провожатые таинственным образом исчезают. Он оказывается в зале, в котором по стенам расположены статуи семи смертных грехов. Но поскольку это были сороковые годы и нельзя было изображать, например, похоть в комиксах, то это было названо «семь смертных врагов человечества». Он приходит и видит там седого дедушку. Дедушка ему говорит «Я волшебник, шазам. Если ты, мальчик, скажешь мое имя, ты получишь силу». Мальчик говорит слово «шазам», в мальчика бьет молнией, и мальчик становится вот тем самым красным. Вот таким вот становится мальчик. Он резко вырастает и получает очень любопытный костюм. А вместе с этим – силу античных героев, среди которых чудесным образом оказывается среди античных героев Соломон. Потому что особо среди античных героев мудрых не было. То есть «шазам» – это сокращение от всех его божественных патронов. Потом у всех последующих «шазам» будет вот эта история с тем, что их имя раскладывается на тех, кто дает ему силу. Особенно смешно будет с кроликом. И так, да, будет кролик. Супер кролик. Чудо-кролик, чудо. Тут не используется слово «супер». Комикс был, вот эта вот идея того, что к мальчику подходят странный человек, мрачного вида. Это достаточно такой забавный момент, потому что комикс «О капитане Марвеле» фарадоксальным образом не стал продолжением всех вот этих вот историй о Супермене и Бэтмене, которые были вариациями популярных палповых персонажей, таких как «Тень», «Дог Сэвидж». Это был абсолютно конкретный наследник комикс-стрипов газетных. И визуально, потому что история о «Капитане Марвеле» и «Волшебнике Шазами», тогда еще герой как-то не назывался, они были более комически изображены, они были более карикатурными, и, как следствие, там гораздо легче приживались юмористические элементы. Еще через два слайда. В связи с его огромной популярностью, вот да, можно тут остановить, художник Сиси Бэк, который рисовал истории о нем, он стал настолько богат, что смог открыть всего через год после того, как начал рисовать истории о «Капитане Марвеле» свою собственную студию, а потом еще и открыть филиал. Его студия занималась рекламой, но в основном они бацали истории бесконечной про «Капитана Марвела». Был придуман гениальный маркетинговый ход, который позже был подхвачен всеми. То есть, да, у «Бэтмена» есть Робин, уже к тому моменту появился. То есть, у взрослого супергероя есть напарник-подросток, с которым себя может ассоциировать ребенок, все здорово, все классно. Но он не «Бэтбой», он Робин, он совсем другой герой. А с «Капитаном Марвелом» было решено сделать много разных «Марвелов». Сначала появился «Капитан Марвел-младший», вот он в синем костюме. Позже появилась «Мэри Марвел», еще до всяких супергерл, еще до всех вариаций женских популярных героев. А позже эта семья разрослась до невероятных пределов. То есть, эти три фигуры, они были основными. То есть, они были главными героями целого журнала «Марвел Фэмили». У «Капитана Марвела» практически мгновенно стало очень много журналов. Истории о нем выходили в журнале «Виз Комикс», в журнале «Капитан Марвел Адвенчерс». Истории о «Капитане Марвеле младшем» выходили в журнале «Капитан Марвел младший» и журнале «Мастер Комикс». То есть, огромное количество журналов издательство кормилось за счет «Капитана Марвела». «Капитан Марвел» стал настолько основополагающей фигурой для издательства, что вот были в 40-е годы, но они вообще в целом. Есть такая традиция «Пони Анималс» — это комиксы про забавных животных, которые обычно даже безумные противники комиксов, вроде доктора Фредерика Веркона, считали в целом безвредными. То есть, ну, на смешных животных можно смотреть. Так вот, для того, чтобы продавить новую линейку комиксов про забавных животных, «Фоскоп» воспользовались «Капитан Марвелом». Так и открывался номер на обложке первого номера их журнала про забавных животных. В окружении забавных животных появлялся «Капитан Марвел», самый настоящий. Ничего себе, забавное животное. А в самом журнале кролик говорил слово «шазам», но у него, правда, это слово расшифровывалось как различные виды животных, там рогатые, зебры, всякие прочие. Получал суперсилы и костюм «Капитана Марвела». То есть, там был кролик, который говорил слово «Капитана Марвела» и превращался в кролика «Капитана Марвела». То есть, издательство «Фоскоп» придумало схему, которая будет позже применена всеми издательствами комиксов. Если у вас популярный герой, то вам нужно дать всем категориям читателей по такому герою. Есть любители подростковых комиксов. Для них «Капитан Марвел-младший». Например, «Капитан Марвел-младший» был всю жизнь любимым комикс-персонажем Мелвиса Пресли. Если вы можете посмотреть, его костюм послужил позже прообразом. То есть, Элвис Пресли своим дизайнером костюма говорил, что он хочет быть похожим на «Капитана Марвела-младшего». И от этого пошли все его плащи, все его вот эти вычурные костюмы. Если девочка берет комикс-персонажем, если Мэри Марвел, то там дети помладше, для них есть кролик. Для всех есть свои «Капитаны Марвела». То есть, был «Капитан Марвел-дед», «Капитан Марвел-толсяк», «Дядя» там Марвел. Были многочисленные лейтенанты Марвелы, то есть, это уже вообще второстепенные. То есть, был, например, один из них «Деревенщина», то есть, это вот для читателей из глубинки, то есть, такой парень с чубом таким. Скорее, читатели для городов, которые любят почитать прочитателей из глубинки. Следующий слайд. Враги. Естественно, для того, чтобы к «Капитану Марвелу» приключаться, им нужны враги. С доктором Сиваном мы уже разобрались. То есть, это безумные ученые, которые придумывают различные безумные планы. Естественно, главными врагами большей части героев 40-х годов были нацисты. Нацисты, японцы. Причем, представлены они были одновременно и как угроза, но при этом еще и комические. Потому что, помимо того, что… То есть, главный пропагандистский прием применялся. То есть, угроза должна изображена быть и как страшная, и как смешная одновременно. Поскольку комиксы для того же «Капитана Марвела», как и практически все комиксы того времени, активно использовались для пропаганды, покупки, как у нас вы сказали, облигаций военного займа. Покупайте его «War Bonds and Stamps». И там показывалось, например, там есть картинка, вот в одном из комиксов, изображен Гитлер, который плачет и говорит, что если американцы продолжат покупать «War Bonds and Stamps», то он очень быстро проиграет войну. И стоит рядом «Капитан Марвел» и говорит, да, ребята, давайте сделаем так, пускай Гитлер разлость и сжует собственные усы. Вот. И это было комически. Гитлер в целом представлялся как комический персонаж, но он вываливал на Америку кучу своих миньонов, своих слуг, как, например, «Капитан нацист». Вот мы видим со спины стоит «Капитан нацист». Остальные издательства более-менее завуалированно подавали. То есть они подавали либо реальных исторических персон, то есть там Гитлера, Геринга, какого-нибудь Геббельса, либо совсем придуманных злодеев какими-то отвлеченными именами. Это вот два замечательных примера у разных издательств. Вот у издательства «Фоссет» был «Капитан нацист», а у еще одного издательства был «Капитан свастик». Да, собственно, следующий слайд. Чуть позже с ростом количества злодеев появилась необходимость всех этих злодеев собрать. Сейчас привычная ситуация, когда вы читаете комиксы или смотрите те же самые фильмы про супергероев, идея того, что герой противостоит команде из злодеев, которые появлялись раньше. Это привычная идея, она используется абсолютно везде. Впервые применена она была именно в журнале «Приключения Капитана Марвел». Его злодеи собирались вместе под названием «Монструозное общество зла». То есть к тому моменту у «Капитана Марвела» был журнал, который на 98% состоялось комиксов про «Капитана Марвела». Это было важное достижение для того времени, потому что, как мы говорили, большая часть журнала все-таки была антологиями, где было много историй про разных героев. Здесь было все про «Капитана Марвела», причем в одном журнале могли быть серьезные истории, более юмористические, но тогда появляется то, что сейчас мы называем термином «стория арка». В, по-моему, два года шел вот этот самый сюжет о противостоянии «Капитана Марвела» и «Монструозного общества зла», которым управлял загадочный, зловещий мистер Майнд, мистер Мозг, который звучал, ну, появлялся изначально в виде зловещего голоса. И считатели, которые, ну, то есть персонаж сражался с «Капитаном нацистом», с «Доктором Сиванной», и читатели ждали суперзлодея, то есть прихода настоящего злодея, который сейчас станет, бросит вызов «Капитану Марвелу» и сможет стать его вот равноценным соперником. Следующий слайд. И этот противник был явлен. Итак, дорогие друзья, это мистер Майнд. Это червячок. То есть это не гигантский червячок, это маленький червячок. У него на шее, как вы видите, аппарат для усиления голоса, и мистер Майнд очень сильно переживает относительно того, что… У него очень тихий голос, да, всегда звучал громко и грозно. А также у него плохо со зрением, поэтому он носит очки. Вот, естественно, в таком виде тяжело сражаться с супергероями, поэтому он сыграет общество. Но при этом он является самым коварным, самым страшным злодеем, предвосхищая всех будущих, там, крэнгов и черепашек ниндзя. То есть это немощный злодей, который силой своего ума может управлять своими более сильными, но более тупыми соратниками по злодейскому делу. Чтобы вы понимали, мистер Майнд существует в пространстве во вселенной DC Comics так или иначе до сих пор. Причем и червяка с разными историками происхождения, но тем не менее. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это уже версия монструозного общества зла из конца 70-х годов. Можно посмотреть всех замечательных персонажей, там, мистер кто, банджо, атом. Там целая куча была персонажей придуманы для того, чтобы противостоять Шазаму Шазам. Стал, опять же, одним из первых персонажей, который противостоял антропоморфным животным. В качестве злодеев тоже предвосхищая, там, и черепашек ниндзя, и Человека-паука, и многих других героев. Даже потом вопрос. Знаем мы тебя. Естественно, подобная популярность, она не могла пройти как бы незамеченной. Потому что, представьте себе, все 40-е годы капитан Марвел был реально самым популярным супергероем. Такого количества серий, спин-оффов не было ни у Бэтмена, ни у Супермена, хотя они тоже были дико. Там, примерно в 48-м году, каждый номер каждого его журнала расходился с тиражом в полтора миллиона копий в месяц. Каждый журнал, не просто один-единственный журнал, полтора миллиона копий. Каждый журнал, на котором был в Молнии надпись Марвел, вот это вот, или на обложке был кто-то с Молнией, и подразумевалось, что он какой-то Марвел, расходился с огромным тиражом. Сколько всего было этих журналов? Количество менялось постоянно. То есть, ну, в среднем журналов 5-6. Для того времени это было колоссальное количество. Издательство вообще тогда, у издательства мог быть один-единственный журнал, который подавался полтора миллиона копий. Вот у тогдашнего Марвела, который назывался Таймли, у них Капитан Америка расходился с тиражом в миллион копий. У Нейшнала ниже DC, Бэтмен и Супермен расходились. Ну, Action Comics, не Супермен, и Detective Comics расходились с такими тиражами. У издательства Лев Глисон, комик, который не должно быть, расходился. А здесь у издательства почти все журналы уходили тиражом полтора миллиона копий основные. И, казалось бы, это издательство возглавляет рынок по всем фронтам. То есть, это самый популярный супергеройский комикс, который еще и имеет огромный потенциал для развития, для новых спин-оффов и всего прочего. И никогда не надоедает, потому что всегда обновляется. Может быть серьезно, может быть несерьезно. Но, никто не отменял того, что Капитан Марвел это версия Супермена. И за это очень плотно ухватились юристы издательства Нейшнала, которые, соответственно, владели правами на Супермена. Очень долгое время, до этого Нейшнала уже у них был опыт того, что они подавали в суд на людей, на издательства, которые делали копии Супермена, какого-нибудь Вандермена. Супермена одерживали победу, и издатели вынуждены были закрывать свои серии, которые были копиями персонажей, которые были копиями Супермена. Здесь Фосфот не могли пойти на такое, потому что, представьте себе, мы закрываем Капитана Марвела во всех видах, и наше издательство перестает существовать. Фактически, ну, не все издательство Фосфот и его комикс-подразделения. Поэтому очень долго юристы пикировались. То есть, выглядело это так. Юристы Нейшнала составляют список. Вот в таких местах Капитан Марвел копирует Супермена. То есть, например, обложка, которую мы видели, где Капитан Марвел кидает машину со злодеями в стену, это была улика, потому что все прекрасно понимали, еще никто не говорил о том, что это отсылка, что это какое-то заигрывание с сочетателем. Это воровство, потому что у нас есть Супермен, который держит машину со злодеями. Таких примеров было много. В ответ юристы Фосфот находили случаи, когда Супермен делал какие-то трюки, которые до него делали известные персонажи. Зор, Тазан, например, объясняли. Я говорю, ребята, не вы это придумали, и поэтому не вам нас обвинять в том, что мы у вас что-то украли. Но тем не менее. В конечном счете случился 49-й год. Самый печальный год для всех супергеройских комиксов, потому что в 49-м году продажи начали резко-резко падать. Связано это с огромным количеством факторов, о которых можно говорить отдельно часами, но факт остается фактным. Продажи начали падать, поэтому к 50-му году издательство Фосфот соглашается закрыть свое комикс-подразделение, выплачивают 400 тысяч долларов издательство Нейшнл, и комикс-подразделение все исчезло. Художники, которые работали, растворяются в мире бизнеса, занимаются рекламой, там, каким-то коммерческим артом. Сценарист, самый известный сценарист серии про Капитана Марвела, который придумал большую часть этих безумств, этих новаторских идей, Отто Биндер, переходит на работу обратного издательства Нейшнл, где он когда-то начинал. И там он начинает делать Супермена таким, каким бы делал Капитана Марвела. В результате Супермен становится самым прибыльным супергероем 50-х годов, который не просто переживает его, все эти спады, все принятия комикс-кодов, все крестовые походы против комиксов. Супермен переживает без всяких проблем, продаваясь миллионными тиражами, благодаря, собственно, Табиндеру. Следующий слайд. Но во времена славы Капитан Марвел умудрился побывать даже первым супергероем на большом экране. Поскольку тогда большой популярностью пользовались киносериалы, которые показывали в выходные, компания Republic, которая занималась большей частью этих киносериалов. То есть вы приходите в выходной день в кинотеатр, вам показывают несколько больших фильмов, как правило, это были вестерны, потому что вестерны были крайне популярны, несколько мультфильмов и серию какого-то киносериала. Особенно престижные киносериалы демонстрировались отдельно, как полноценные фильмы. То есть это была 40-минутная серия, которая там примерно из 12 частей складывалась в такое большое эпическое полотно. До этого снимались сериалы и про комиксных персонажей, и палповых персонажей, но первым именно комиксным супергероем, который попал в такой сериал, был Капитан Марвел. Именно сериал от Republic стал одним из факторов того, что наишну очень сильно сочесались, потому что, представьте себе... Потому что они очень хотели делать Супермена. Да, а у вас воруют вашего самого популярного персонажа, и еще и обставляют вас на поле киносериалов. А здесь же все-таки очень важно было, кто будет первым. Дальше. В это время в Соединенном Королевстве Великобритании выходили свои, собственно, комиксы про Капитана Марвела, лицензионные, только они внутри были черно-белыми. Но когда издательство Фоссад закрыло свою комиксную линию, там не придумали ничего лучше, как просто взять и придумать у героя Марвел Мэна. Теперь он говорил не слово «Шазам», теперь он говорил слово «Кемота», то есть повернутый задом наперед слово «атомик» и получал атомные силы. Это были низкопробные очень истории, которые сочинялись просто на коленке, но при этом несколько лет он сумел продержаться на плаву даже в форме такой вот дешевой копии. Следующий слайд. Потом, уже в 80-е годы, знаменитый Алан Мур, тогда уже знаменитый, тогда уже знаменитый в Британии, взялся за возрождение этой истории. Она называлась «Марвел Мэн» в Англии, а потом, когда издавалась за ее пределами, она начала называться «Миракл Мэн» из-за претензий издательства «Марвел» к использованию слова «Марвел» в именах других супергероев. И он уже переосмыслил эту историю в духе 80-х годов. Здесь нужно сказать, какое отношение к всему этому замесу имеет издательство «Марвел». Издательство «Марвел» кармически пнули издательство «Нейшнл» в будущей DC за то, что они понаделались с капитаном «Марвелом». Потому что когда капитан «Марвел» перестал выходить, когда персонаж находился фактически нигде, он никому не принадлежал, он не был никем выкуплен. Сначала на него попытались выпустить пародию из двух номеров про человека, которого тоже звали капитан «Марвел», но он обладал способностью, он был роботом разбираться на части, и у него каждая часть функционировала отдельно. Эта идея не пользовалась популярностью, поэтому «Марвел» в начале 60-х годов совершенно спокойно выпустили своего капитана «Марвела». И легально теперь права на название и имя персонажа капитана «Марвела», который стал уже абсолютно другим персонажем, «Марвел» наполнили это имя новыми смыслами, и большое количество персонажей потом под этим именем стали известны. Но тем не менее, теперь уже нельзя было вернуть вот того самого капитана «Марвела» Билли Бэтсона и выпускать его приключения, называя его капитаном «Марвел». Следующий слайд. В 70-е годы, чувствуя большой потенциал покупки лицензий, поскольку DC очень стремились развивать свою линейку комиксов за счет недорогих лицензий, они начали покупать в огромном количестве персонажей закрытых издательств. Но у «Фоссетт» они не могли купить персонажа «Марвела», потому что издательство «Фоссетт» еще функционировало, где они выпускали комиксы, поэтому они взяли лицензию на выпуск персонажа, которого когда-то загубили. И таким образом был запущен сначала телевизионный сериал, а вместе с ним комикс. Телевизионный сериал, как и все телевизионные сериалы про супергероев 70-х, имел очень мало отношения к исходному персонажу. Чуть позже появился небольшой низкобюджетный мультфильм в рамках большой детской передачи про капитана Марвела. И следующий слайд. Вот это, собственно, персонажи сериала. Следующий слайд. А вот, собственно, комикс. Первые 10 номеров рисовал вернувшийся Сиси Бэк, но позже он поругался с руководством издательства, и издательство решило, что пора привести капитана Марвела в божеский вид, поскольку на дворе уже 70-е годы, читатели хотят новых героев, читатели хотят героев в духе героев издательства Марвел, а не капитана Марвела. Поэтому они, тут еще этого незаметно, но они начали приобретать более реалистичные черты, и истории становились чуть-чуть, самую чуточку мрачнее, и персонажи уже рисовались скорее в духе истории капитана Марвела младшим. Следующий слайд. В 80-е годы, после такого события, как кризис на бесконечных землях, вся вселенная DC была перезагружена, и всех своих героев с огромной историей решили запустить заново, с новыми предысториями для нового поколения читателей. «Бэтмен» год первый – это знаменитый комикс Стэнка Миллера, «Супермен» год первый – это, фу, «Человек из стали» – это знаменитый комикс Джона Бирна, Джордж Перес занимался чудо-женщиной, все это были потрясающе продаваемые комиксы, а «Шазам» ушел в никуда. То есть про него вышла коротенькая серия, и практически он был забыт, оставляясь на задворках вселенной. Следующий слайд. В 94-м году автор Джерри Ордвей и сценарист и художник выпустил графический роман, так называемый. То есть это был просто большой комикс, который вышел отдельной книжечкой сразу, а не серией, который назывался «Пауэр оф Шазам», который представил капитана Марвела в духе 90-х годов. То есть да, там были гипертрофированные мышцы и кричащие персонажи, которые между собой сражались, но при этом серия сохраняла и свою непосредственность, и свой оптимизм, и свой уникальный вид, и поэтому несколько лет после этого выходила одноименная серия «Пауэр оф Шазам». Следующий слайд. Чуть позже одну из самых популярных историй «Шазам» обрел уже благодаря Джеффу Смиту, автору знаменитого комикса «Боун», который создал про него такой вот ностальгический комикс про монструозное общество зла, которая такая была небольшая ограниченная серия, которая пользовалась очень-очень приличной популярностью для такого полузабытого уже на тот момент героя. Следующий слайд. Сегодня много говорилось в том, как фанаты влияют на авторов, и авторы пытаются угодить фанатам. Капитан Марвел угодил в настоящее время в очень странную ситуацию, потому что, как мы уже говорили, про него могут выходить ностальгические комиксы. Но, ребята, давайте будем смотреть правдой в глаза. Сейчас не так много людей, которые будут ностальгировать о комиксах, о Капитане Марвеле 40-х годов, хотя именно своеобразными, клевыми и новаторскими они были именно тогда. Поэтому сейчас Капитан Марвел, который уже окончательно стал называться «Шазамом», стал естественной частью постоянно меняющейся вот этой вот мифологии DC. Не сказать, чтобы у него было сильно какое-то свое лицо. Это, тем не менее, все равно... Статист. Статист, да, это версия Супермена, которых огромное количество, но иногда люди вспоминают, что да, он еще превращается... Когда он нездоровый супергерой, он маленький мальчик. Да, иногда люди вспоминают о том, что у него есть семья, и типа давайте мы решим идею «Шазамов» в контексте семьи супергероев. Но, тем не менее, сейчас это тень. Это тень того, кем персонаж был когда-то. А когда-то это был самый яркий персонаж всего Сонного супергероя, который затмевал таких мощнейших персонажей, как Капитан Америка, как Супермен и Бэтмен. Но во многом благодаря тому, что «Шазам» на какое-то время ушел в никуда, он до сих пор остается, продолжает являться частью вселенной, потому что очень многие реально интересные персонажи 40-х годов, они канули в леду. Но тут то, что самое главное, что все привлекательные черты, которые выделяли Капитана Марвела на фоне всех остальных героев, все они так или иначе перешли мейджоровым героем. То есть идея с семьей, где все носят символику одного героя. Есть у Бэтмена, есть у Супермена, есть вообще у всех подряд. Идея противостояния огромному обществу злодеев есть у каждого героя. Идея о превращениях, она перешла вообще на другой совершенно уровень. Идея веселых приключений осталась в пародийных комиксах и как часть вот этого наследия 50-х годов. Все ничем больше новым, кроме ностальгии, Капитан Марвел привлечь не может, потому что все привлекательные его элементы перешли и считаются уже неотъемлемой, просто частью других персонажей. И в заключение я добавлю, что даже идея кролика-супергероя в 80-е годы была в издательстве на DC-комикс приватизирована и появился персонаж Капитан Кэра, Капитан Марковка, кролик-супергероя, его команда животных-героев. И это был тем не менее не кролик-шазам, это был другой персонаж. Даже этот у Шазама умудрились забрать, потому что в мире кролика безотходная производство. А как так получилось, что Шазам умудрился перечислить корейского оригинала, то есть Супермена? Все просто, потому что над... В смысле, Шазам, судя Капитан Марвел. Ну да. Потому что над Капитаном Марвелом работали более талантливые авторы, чем авторы, которые работали над Суперменом. Проще говоря, он был ориентирован на ту аудиторию, которую действительно читала. У него был... Он был гораздо лучше нарисован и гораздо привычнее для маленьких читателей. Там не было такого адского смешения стиля, как у Сигеля и Шустера. И что самое главное, там были бесконечные приключения. Потому что Супермен до 50-х годов, примерные истории о нем состояли из того, что просто Супермен ловил очередных бандитов, будь то там даже Олекс Лютер, проявляя какие-то чудеса ловкости, поднимая поезд, бросаясь деревьями. Капитан Марвел делал все то же самое, но гораздо интереснее. Быстрее, выше, сильнее и с юмором. Истории были направлены на разные читательские аудитории. Поэтому у каждого читателя Капитан Марвел был свой. Супермен был один. Вот там возображение монстра со своими острыми вывел из 70-х годов. Там мужик со Сластикой, это Капитан Анацист. Да. Я вот не помню. Я давно не встречал. 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 Не, в 70-е был, конечно. Там во всяком случае Justice Society и всех прочих так более-менее появлялся. Так можно я последнего вопроса дам сама? Да, я хотела спросить, а вот вообще концерт семьи, насколько он в кодексах важен? Наверное, это не только семья, а как она мамы, а и СПС-семья, да? Знаете, я вам скажу так. Если бы не концерт семьи в комиксе, возрождение супергероики в современном ее виде не было бы в принципе. Потому что самый важный комикс для возрождения супергероики, для обретения супергероикой современного образа, это был комикс в семье супергероиков. Он называется «Мантастическая четверка». Это был комикс Стэн Риджа, Кирпина. Поэтому без семьи здесь никуда. Семья – это основополагающий факт. Именно образ команды семьи – это очень важная, неотъемлемая традиция. Или что нас командами суперзлодеев, да? Команды – это вот «Monster Society of Evil». Все туда. И не случайно первые потом большие команды, они как раз и назывались «Brotherhood of Evil», «Brotherhood of Evil Mutants» и так далее. Все по кальке от «Капитана Марвела». Спасибо.